Хронология развития ситуации касательно военно-политического альянса, возможного в регионе. Первая встреча состоялась в 2004 году в Абьевнаме. В рамках конференции АСЯН были приглашены ведущие государства Восточной Азии, Корея, Южная Корея, Белгония и Китай. И сам саммит впервые был именован АСЯН плюс три. И плюс три имеется в виду именно эти ведущие государства. В рамках данного саммита были уже небольшие зачатки начала вот этого трехсторонного переговорного процесса между данными государствами. И следующая встреча состоялась в ноябре 2007 года в Китае. И в ходе данной встречи, трехсторонной уже встречи отдельно от саммита асианских государств, были предложены идеи об укреплении политического диалога и консультации между ведущими государствами Восточной Азии. В период с 2008 по 2010 год по всех этих трех государствах состоялись трехраундовые переговоры в Сеуле, в Пекине и в Токио. И по результатам данных переговоров в сентябре 2011 года в Сеуле было подписано соглашение о создании трехстороннего секретариата. Что из себя представляет данный секретариат? В первую очередь это консультативный орган, который включает в себя представители всех трех данных государств, ведущие представители наиболее высоких полномоченных чиновников. Это президенты, это премьер-министры и главы Министерства иностранных дел. В ходе данного консультативного органа ведутся переговоры о наиболее ощутимых проблемах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии и обозначаются пути решения данных проблем. В 2012 году были начаты переговоры о создании зоны свободной торговли между тремя государствами, однако вплоть до наших дней, спустя 6 лет, данное соглашение полностью не рекоментировано, не подписано. К ней я вернусь чуть позже, в конце, в заключении данного доклада. И очень интересная вещь произошла как раз накануне, когда мы празднули День Победы и очень интересные события происходили в Восточной Азии. Перспективы. Что из себя представляет данный союз, альянс трех этих государств? Вот здесь в виде таблицы я кратко привел суммарные данные всех трех государств. Если мы говорим о суммарных данных, то площадь всех этих трех государств где-то 10 миллионов квадратных километров, население 1,6 миллиарда человек, ВВП всех трех государств вместе взятых более 18,5 триллионов долларов, экспорт суммарно 3,2 триллиона, военный бюджет около 300 миллиардов долларов, а численность войск более 3 миллионов человек. Естественно, большая часть численности войск приходит на Китай и на Северную Корею, в меньшей степени на Японию, которая в результате поражения во Второй мировой войне была вынуждена подписать аккапитуляцию и согласиться на американские условия о том, что будет у них ограниченное количество войск, и эта статья прописана на нынешней конституции Японии. Если говорить в целом о регионе, только лишь о Восточной Азии, не брать в целом весь Азиатский и Тихоокеанский регион, то Восточная Азия что из себя представляет? 60% общей региональной торговли приходится только на три этих государства. 60% всей торговли Восточной Азии и Юго-Восточной Азии. 22% населения всего земного шара приходится на три данных государства. 70% ВВП Азиатского региона, Восточно-Азиатского региона. И более 25% мирового ВВП приходится только на три данных государства. Естественно, ощутимая роль здесь остается за Пекином, но не отстают от них, естественно, и Южная Корея, и Япония, которые тоже считаются вполне развитыми экономическим планом государствами. И способны при объединении играть ощутимую роль на общемировых тенденциях и развитиях ситуаций. Теперь перейдем, естественно, к действительности, той действительности, которая сложилась, о которой мы сегодня уже говорили, о том мировом порядке, несколько халатичном мировом порядке, где отсутствуют какие-то полюса. И здесь очень много проблем, и, естественно, проблем не только в Китае, но и в Японии и Южной Корее. Во-первых, исторические разногласия между тремя данными государствами. О каких исторических разногласиях идет речь? Китай, тот Китай, который мы сегодня знаем, несмотря на то, что он называется Китайская Народная Республика, и, казалось бы, преследует какие-то социалистические, коммунистические идеи, ни в коем случае это ошибочное мнение относительно Китая, потому что Китай сохраняет ту тенденцию, историческую цепь развития своей национальной идеологии и придерживается конфуцианских идей, которые были и остаются фундаментом развития китайской нации. Естественно, от них они не отошли, и они даже закрепили это с теми действиями, которыми руководил Дэн Сяо Бин в конце 70-х, начало 80-х годов, реформ, политический реформ в Китае. Естественно, это все было закреплено, что идеи конфуцианства остаются в Китае. Из идей конфуцианства выходит одна очень интересная идеология. Это идеология китайцентризма. Когда мы говорим о Китае, китайцы сами свою страну называют Чонго, что в переводе на русский язык можно перевести как «срединное царство» или «срединное государство». Когда записываем мы иероглифами Чонго, то получается, что есть небо, иероглиф имеет вид небо, и есть страна, которая находится под этим небом. Естественно, страной под этим небом именуется именно Китай, и все остальные, исходя из китайцентризма, вокруг Китая есть несколько областей. То есть первая область вокруг Китая – это оседлые или оккультивизированные варвары, и под ними имеются в виду корейцы, японцы, монголы, часть северных народов Юго-Восточной Азии, и народы, населяющие тюркоязычные народы, населяющие Восточный Туркестан. Они все считаются для китайцев оседлыми, культивизированными, так сказать, народами, а все остальные за пределами данного ареала, китайского осинского ареала, считаются уже фанью, то есть бассалы или варвары, и весь мир считается для них варварским миром. И когда мы говорим о первой черте оседлых варварах, монголах, корейцах, японцах, в частности, о которых сегодня идет тема, то китайцы никогда не отказывались от той политики воздействия на данные государства. Естественно, это воздействие раньше, до прихода европейской цивилизации в данный регион, было еще более мощным, в ходе того, что эти народы использовали китайскую графику, китайские иероглифы, корейцы сейчас отказались, японцы сохранили ту старую модель, старый вариант иероглифов. Многие народы Юго-Восточной Азии, в частности, например, малайзийцы или вьетнамцы, тоже пытаются и уже отказались в 70-е годы вьетнамцы от иероглифов, у них возникло множество проблем с переходом на латиницу, но этим действием, отказом от иероглифов, они пытаются показать свою самостоятельность и независимость от Китая. Поэтому у данных народов всегда присутствовало такое желание отделиться от Китая, показать свою самостоятельность и независимость от китайской цивилизации. Те войны, которые происходили между данными государствами Китая, на протяжении многих веков, всегда пытался воздействовать на весь корейский полуостров и доминировать в данном регионе, вплоть до японских островов. Но если между Японией и Кореей разделяло расстояние, которое разделяется морем, то, естественно, скорее такого моря нет, и есть сухопутная граница, и всегда было это влияние. Что касается Японии и Китая, китайско-японских отношений, происходило огромное количество войн между данными государствами, и в середине 19-го века, в начале 20-го, в период 1-й и 2-й мировой войн, осуществлялись даже политика геноцида в отношении китайского населения. Здесь речь идет о нанькинском геноциде в конце 30-х, начале 40-х годов, когда погибло, по китайским данным, более 300 тысяч человек. Естественно, Китай сегодня не забывает об этом, и всегда пользуясь случаем в торжественных мероприятиях, напоминает японской стороне о том, что японцы должны считаться с данным историческим фактом, принести свои изменения и какие-то компенсации в отношении Китая. Второй, и позиция США, это второй пункт, но по своей значимости он не уступает, естественно, первому пункту, потому что позиции США в данном регионе очень сильны. Естественно, Соединенные Штаты имеют колоссальное влияние как на Южную Корею, так и на Японию, где сосредоточено огромное количество японских военных баз, что не нравится, конечно, китайской стороне, особенно в той политике, когда данные государства видят свою защиту именно в Вашингтоне и соглашаются на те условия, чтобы противоракетные установки были установлены на территории данных государств, против кого направлены данные противоракетные установки для китайской стороны вполне ясно, хотя Вашингтон пытается внести мнение и позицию о том, что данные установки направлены только против Северной Кореи. Третий пункт тоже считаю, что очень важен, то, что Китай в своей истории, во всяком случае, в последние несколько сотен лет, в частности, в последние сотни лет, начиная с того периода, как они вступили на путь социализма, если можно его так назвать в Китае, они пытаются воздержаться от вступления в какие-либо военные блоки. То есть, тем самым, они, вот, когда мы говорим о шахматах, в Китае есть очень интересный другой вид, шахматов сянцин называется, и в этих шахматах есть три игрока. Третий игрок, если белый и черный, как у нас обычные шахматы, то в китайском варианте еще есть красный игрок, и этот красный игрок посередине балансирует между двумя игроками. О каком балансе сейчас идет речь, я думаю, всем ясно, баланс идет между Западом и Россией, и Россией, и не только Россией, естественно, еще и Ираном, и другими государствами, которые пытаются как-то воздействовать на мировую политику и противостоять этому западному наплуму, который сейчас осуществляется. И, конечно, исходя из этого, Китай всегда будет дистанцироваться от вступления в какие-либо военные блоки, и, в частности, здесь, если мы говорим, ряд экспертов говорят о каком-либо военно-политическом альянсе между тремя государствами, это несколько фантастическое, потому что военно-политический альянс между государствами, где есть такие ощутимые болезненные исторические события, где есть позиция и влияние Соединенных Штатов, и где есть жесткая позиция Китая не вступать в военные блоки, очень сложно в это поверить. Последний пункт – это Хуатя, Хуажень. Речь идет о просто могущественной, не побоюсь этого слова, я очень долго занимался изучением китайской диаспоры, очень могущественной китайской диаспоры, которая очень крепко, исторически закреплена в Юго-Восточной Азии и Восточной Азии. Если мы говорим о Юго-Восточной Азии, это более 25 миллионов этнических китайцев, в Восточной Азии еще более 5 миллионов. В целом это 30 миллионов человек, которые имеют за тот исторический промежуток времени уже очень сильно сформированный диаспоральный характер, они очень сильно взаимодействуют друг с другом. А с начала реформ 70-х, с начала 80-х, да и с Аопином уже взаимодействуют, и с Пекином. О каком влиянии, о какой диаспоре идет речь? Приведу несколько данных интересных. В Юго-Восточной Азии, значит, в Малайзии, если этнические китайцы составляют менее 30% населения страны, то в экономическом плане, когда мы говорим о ВВП, и под этим ВВП имеем в виду влияние китайской диаспоры, то речь идет о более чем 60%. То есть 60% ВВП в Малайзии, где из населения страны менее 30% этнических китайцев, находятся в руках китайцев. Такие же цифры отмечены на Филиппинах, Вьетнаме, я уже молчу, что отмечены в Сингапуре, или в Таиланде, где более 70%, а в Сингапуре это более 90%, потому что большая часть населения это этнические китайцы. И это все, конечно, не проходит даром, потому что создана с 90-х годов очень интересная организация, которая называется «Бамбуковая сеть». В эту «Бамбуковую сеть» включены диаспоральные какие-то организации, и организации, которые находятся, естественно, правительственные организации Китая, они взаимодействуют. На начальном этапе, первый этап был таковым, что чтобы показать доверие в диаспоре, китайское правительство предлагало этническим китайцам инвестировать в те регионы, откуда они родом вышли. Большая часть этнических китайцев в Юго-Восточной Азии вышло из южных частей, они начали активно инвестировать, пошло развитие, это доверие укрепилось, и теперь повсеместно просто идет инвестирование китайское, не только из Юго-Восточной и Восточной Азии, но и со всего мира, то есть инвестирование идет. 9 мая, вот о чем я говорил, 9 мая, значит, когда мы здесь праздновали, и большая часть государства СНГ праздновали «День Победы», в Китае китайцы, японцы, южнокорейцы, и в Токио пришли соглашение о том, чтобы активизировать и начать зону свободной торговли, то есть организацию зоны свободной торговли между тремя государствами. То есть пока мир был отличен одним событием, празднованием одного события, там вот происходят очень интересные вещи. Что еще интересного произошло в последние месяцы? Естественно, актуализация и активизация двусторонних отношений между Северной и Южной Кореей. Как уже было отмечено, безусловно, этим воспользуется Пекин, который будет пытаться воздействовать на уже единую Корею, если таковая будет в ближайшей перспективе, потому что исторически такие предпосылки у китайцев, безусловно, есть. Американцы, Вашингтон, постоянно пытаются остановить то развитие, которые стремительно происходят в Китае, и они, например, в военном отношении, большую часть своего военно-морского флота, более 60% направили на западное побережье, и тем самым пытаются показать, что Азиатско-Тихоокеанский регион для них является наиболее значимым регионом для американцев. Безусловно, это так, потому что когда мы говорим в целом, уже не о Восточной Азии, а Азиатско-Тихоокеанском регионе, это более 40% мирового ВВП, это более 40% населения земного шара, это огромное количество торговли, которое происходит на мировом рынке, более 50%. Естественно, и мировой центр, о котором мы тоже сегодня уже говорили, он тоже постепенно сосредоточивается именно в данном регионе, и весь мир будет направлять свои усилия в данный регион, в частности, Соединенные Штаты и Китай. Противоречие здесь будет, противостояние между именно двумя данными государствами. Но Китай на этом не останавливается, что тоже очень интересно. Если идет давление со стороны Запада, то Китай свой вектор отправляет тоже на Запад, только уже от себя на Запад, через территорию Синдзя-Ингурского автономного района, дальше в Центральную Азию и Европу. И речь идет о великом шоу-бом пути, который начался в основном с 2010-х годов Синдзя-Ингпинем, руководителем нынешнего Китая. Нынешего руководителем Китая. То есть Китай, что очень важно в конце отметить, что он не будет останавливаться в никакой мере, если будет отновление с одной стороны, то они будут развиваться в другом векторе. И свою политику господства, которая у них была, кстати, очень важно отметить, немногие об этом говорят, в 14-15 веках именно Китай господствовал в экономическом плане, если говорить о ФРВП, на мировом мире. И то есть они пытаются возразить это господство в нынешнем современном меропорядке. Синдзя-Ингпинем. Синдзя-Ингпинем.